Уничтожитель сучиных, вор в законе Василий Бузулутский, биография. Начало Василий Бузулутский, один из трех легендарных авторитетов прошлой эпохи, помимо Васи Бриллиант и Васи Коржа. Все они, воры старой формации, для которых правила поведения в преступном мире не пустой звук, а смысленный философский подход. Василий Ясифович Бузулутский родился в январе 1932 году в Краснодарском крае. Титул вора в законе получил в 1959, причем прозвище, согласно преступной традиции, за ним не закрепилось. Все всегда его называли по фамилии. Начав свой криминальный путь еще в сталинской России, он застал время сучей войны. Под этим термином подразумевается противостояние, разделившихся по идейному принципу зэков. Также существует версия, что раскол среди отбывающих наказания произошел искусственным путем, с подачей тюремной администрации. Подразумевалось, очевидно, что таким образом уголовники в междоусобной войне начнут друг от друга избавляться, а это, с одной стороны, уменьшит их численность, с другой, поможет найти управу на особо принципиальных преступников. В этой войне на замкнутой территории середины не было. Либо ты следуешь криминальным традициям, либо ты живешь, сотрудничая с властью, которая тебя сюда же поместила. В противостоянии законников Исук Бузулуцкий выбрал первых. Расправа над фраерами притчей в языцах встала история, произошедшая с Бузулуцким во время очередного своего отбывания в колонии. За очередные заслуги он был отправлен на особый режим заключения. Имея статус авторитета, в обязанности Бузулуцкого входило, помимо прочего, разрешать спорные вопросы между зэками. Но на особым режиме он был лишен возможности контактировать со своими подопечными, даже передать маляву не оказалось возможным. Государство осталось без присмотра. Некоторое время спустя, к нему подошел начальник колонии с взаимовыгодным предложением, Бузулуцкий и Тихомиридзаков, уговорит их достроить лесопилку, которую они категорически бойкотировали, а взамен он сможет вернуться на обычную зону. Бузулуцкий согласился. Обе стороны выполнили условия договоренности. Оказавшись на обещанном месте, Бузулуцкий стал замечать косые взгляды и шепот за спиной. В скором времени стало известно, будто возникла идея раскороновать его за то, что он пошел на сделку с начальством тюрьмы, трактуя это как нарушение воровского кодекса. Возмутил Бузулуцкого не столько этот факт, как то, что подобная постановка вопроса велась с подачи фреров, каста которых стояла ниже воров в преступной иерархии, и которые не имели права голоса в принципе. Бузулуцкий решил проблему категорично и властно, чтобы ни у кого не возникло большей соблазна поступать подобным образом. Он нарочито совершил проступок, за которое следовало наказание строгим режимом. Попав в нужное ему место, Бузулуцкий нашел клеветников и расправился с ними. Шесть из восьми были убиты, двое же каялись и просили пощады и, в результате, были помилованы. Столь решительные поступки, по словам знавших Бузулуцкого, вовсе не говорят о нем, как о кровожадном тиране. Это показатель, прежде всего, почитания человеком законов, которые держат общество в стабильном состоянии, тем более такой разношерстной и закрытой. Как человек Бузулуцкий прекрасно разбирался в людях. Ему достаточно было посмотреть на заинтересовавшую его персону, чтобы понять, кто перед ним. Взгляд его был по-настоящему запоминающийся, тяжелый, пристальный, смотрящий как бы в глубину личности человека. Но тот, кто получил одобрение Бузулуцкого, становились ему по-настоящему близкими людьми. Таких было немало. Пройдя Колыму, Пермский край, Коми, Свердловскую область, Кизелак, Владимирский централ, он везде находил кадры для посвящения в образ жизни вора в законе. Говорят, что по числу крестников он даже превзошел в Асю Бриллианта. Многие из них, так или иначе, стали известны в определенных кругах. Владимир Щенкин, Чайковский, прошедший путь от профессионального вора до послушника в храме. Шурик Захаров, Захар, прославившийся как непримиримый борец с кавказцами. На особым счету был Андрей Исаев, роспись, который не стал крестником, но пользовался большим уважением у Бузулуцкого. В нем он увидел именно идейного продолжателя воровских традиций. В дальнейшем роспись покажет себя согласно сложившемуся впечатлению Бузулуцкого. Не гоняясь за статусом и материальными благами для себя, он усиленно занимался снабжением всеми необходимыми продуктами и предметами быта заключенных в тюрьмах. С Васей Бриллиантом Бузулуцкий встречался неоднократно, на Колыме, Владимирском централе. В колонии поселка Лапотки состоится их последняя совместная отсытка. Там они совместно крестят Аркадия Цандекова, Аркан. После этого Бриллиант отправят в Соликанский Белый Лебедь, откуда он уже не выйдет. Бузулуцкий же ненадолго выйдет из колонии Лапотков. В 1989 году он снова будет арестован за вымогательство. В 1993 году он скончается в Петербургской тюремной больнице. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. Продолжение следует...